Звезда НХЛ Артемий Панарин приобщил одноклубников к творчеству Александра Розенбаума. Поставил для товарищей по команде песню Шансонье. О самых интересных новостях спорта расскажем прямо сейчас. Взяли верх, а затем уступили с таким же счетом. Челябинская волейбольная торпеда принимала в гостях Барнаульский университет. В первой игре подопечные Алексея Рудакова выглядели уверенно. Челябинцы обыграли соперника 3-1, а во второй растеряли все преимущество. В конце встречи на табло горели обидные 1-3. Команду подкосила болезнь, отметил Алексей Рудаков. Несколько волейболистов вышли на площадку с высокой температурой. Отсюда простейшие ошибки и низкий темп игры подвел итог тренер. Больные, травмированные, к сожалению, мы никак не выйдем из этой ямы. Кто один, то второй, то третий выпадает человек. Сейчас нас трое болели, то есть не тренировались, только пришли на игру. Спасибо, что дошли. Один с плечом травмированный тоже не может играть. И у нас вариаций никаких совершенно. Челябинские волейболисты уверенно занимают шестую строчку в таблице. Следующие домашние матчи подопечные Алексея Рудакова проведут 11 и 12 февраля. Торпедовцы на домашней площадке примут команду «Дагестан» из Махачкалы. Еще одна битва развернулась на борцовском ковре. Две сотни спортсменов приехали в поселок Красногорский. Турнир по греко-римской борьбе Еманжелинский район принимает в шестой раз. В схватку за медали вступили 20 команд из пяти регионов России. Для некоторых спортсменов этот турнир стал проходным. Чтобы не терять форму перед серьезными стартами, на соревнования заявился и Александр Журавлев. Соперник довольно неплохой. В прошлом году он был гораздо слабее. В этом году он более хорошо подготовился. И поэтому пришлось им хорошенько постараться, чтобы его победить. Для меня эти соревнования являются проходными, так как я выступаю на более высоком уровне. Исключить греко-римскую борьбу из Олимпиады. Недавно такой вердикт мог вынести Международный Олимпийский комитет. Тогда российские спортсмены отстояли право на медали. Это позволило привлечь в спорт сотни детей по всей стране, считают тренеры. Канадский Розенбаум. Так назвал свое видео Артемий Панарин. Воспитанник Челябинского трактора, а ныне звезда НХЛ, опубликовал в своем инстаграме новое видео. На кадрах хоккеист знакомит своего одноклубника, канадца Кита Данко, нас творчеством Розенбаума. Судя по серьезному лицу, канадец не был знаком с русским шансоном. И, видимо, Артемий песню одноклубнику так и не перевел. Видео посмотрело больше ста тысяч человек. Артемий Панарин удивляет своих подписчиков не первый раз. Летом звездный хоккеист разъезжал по родному Коркино на стареньком мотоцикле и демонстрировал навыки тайского бокса.